Скандинавская ходьба, она же северная, она же нордическая, вид любительского спорта, который родился в Финляндии в 40-х годах прошлого века и изначально представлял собой летние тренировки профессиональных лыжников. В наши дни она превратилась в массовый спорт. По официальным данным, в нашем городе ходьба появилась 5 лет назад, и тогда же Челябинка Светлана Макаревич основала клуб «Скандинавский Северок». Он очень дешевый вид спорта, потому что кроме палок ничего не нужно. Кроссовки есть у всех, куртки есть у всех, штаны есть у всех, шапки есть у всех. Нужно купить только палочки. Все. Идеально ходить от 5 до 6 километров. Не нужно, чтобы колотилось сердце. Мы не бежим сломя голову, мы идем спокойно, но правильно. Вот в этом весь смысл скандинавской ходьбы. В сравнении с обычной пешей ходьбой во время скандинавской сжигается в полтора раза больше калорий. Она же улучшает ощущение равновесия и координации. Идеально для исправления осанки. Скандинавская ходьба интересна чем для пожилых людей? Ну, лично для меня, как реабилитолога, я смотрю со стороны проблемы суставов. То есть, пожилые люди, начиная с 65 лет, самая проблемная зона, это у нас зона коленных суставов, поясница. При скандинавской ходьбе мы понимаем, что когда человек идет с палками, у него создается уже не две точки опоры на ноги, а еще добавляется еще две за счет рук. То есть, идет разгрузка суставов нижних конечностей и поясницы соответственно. Получается, при ходьбе скандинавской идет нагрузка не только на мышцы нижней конечности, но и еще идет активная нагрузка на мышцы верхней конечности, на плечи, на бицепсы, на мышцы предплечий. Соответственно, идет двойная работа. Но тут надо обязательно смотреть по дозации. То есть, если человек активно может пройти, допустим, 20 минут, то, наверное, скандинавская ходьба ему будет уже 10 минут достаточно, но, соответственно, с последующим ростом. То есть, допустим, каждую неделю добавлять по минутке, по две минутки. Это все на самом деле очень серьезно, потому что если грамотно выдерживать, грамотно делать процедуру тренировки, то, соответственно, это будет положительный результат. Вот. Если все-таки что-то нарушать, то организм, который и так подвержен уже многим каким-то внешним факторам, может просто перестать работать так, как он должен делать. Поэтому обязательно, конечно, первое обследование до начала тренировок, правильная гордация тренировок, то есть правильный подбор времени тренировок, правильный подбор аппаратуры, то есть эти палки специальные. Ну и, соответственно, надо обратить внимание на обувь и на одежду внешнюю, то есть чтобы она подходила под сезонность. Я была недавно в Санкт-Петербурге и отметила, что многие люди по городу ходят, вот где-то такое движение, автомобильное движение. А я имею такую возможность, счастливую возможность гулять в таком прекрасном лесу и поправлять свое здоровье. Я почему начала еще в Санкт-Петербурге? У меня начали болеть коленки. Сейчас, слава Богу, все это прошло, коленки мне болят, сделаю подтянутые в тонусе. Моя цель была, конечно, известна, потому что чувствую, что стало тяжеловато уже, и я вот этой цели добилась. Причем за такой короткий срок. Сейчас я веду очень активный образ жизни. Я стараюсь днем ходить больше, именно такой быстрой походкой, как у нас учили, осанка, чтобы была хорошая. То есть результат налицо. На первый взгляд скандинавская ходьба проста и понятна. Однако новичкам лучше обратиться к профессиональному инструктору. Корпус, наклон корпуса всего лишь 2-3 градуса. Мы идем как лыжники, не наклоняемся назад, смотреть не под ноги, а смотрим на 5-6 метров вперед, только вперед. И последнее. Значит, как вам нужно выбрать свою скорость? Очень интересный есть такой тест. Значит, вы видели, наверное, когда люди идут заниматься скандинавской ходьбой, они разговаривают между собой. В скандинавской ходьбе не только можно, а даже нужно разговаривать. Тест такой. Если вы идете при ходьбе, разговариваете вслух и 5 слов подряд говорите, не задыхаясь, как при беге, знаете, там, привет, вот это вот. Нет, это ваша скорость. Если вы задыхаетесь, пусть ваш спутник идет вперед, успокойтесь и идите медленней. Это вот основные базовые правила. Еще один немаловажный пункт – выбор правильного инвентаря. Для занятий скандинавской ходьбой не подходят ни лыжные палки, ни трекинговые. При выборе нужных следует обратить внимание на следующее. Это на наконечник. Лыжные палки не имеют второго наконечника. Для лыжных палок он ни к чему. Если нет резиного наконечника, отходим, это лыжные палки. У трекинговых палок часто вот этот вот наконечник в виде колпачка. Не в виде башмачка, а в виде колпачка. Переходим на рукоятку темляк. Только темляк. Не берем ни в коем случае петлю. Если просто петля, отходим трекинг. Не берем. Палочки бывают по изготовлению двух видов. У меня палочка фиксированной длины. То есть она подходит только под мой рост. Это только моя палочка. Палочки бывают телескопические. Это знаете, как двигаются туда-сюда. Вот швабры обычно такие делают. Плюсы палочки фиксированной. Нечему ломаться. Рано или поздно вот этот механизм сломается. Какая бы палка дорогая ни была. Значит, минус палочки. Когда вы ее транспортировать тяжело. Если телескопическую палочку вы взяли и сложили. Положили в какой-нибудь чехол. И пошли даже... Есть палочки, которые в три сложения. Они бывают вот такие. Даже в дамскую сумку войдут. Следующее. По составу. Самые дешевые палки это алюминиевые. Я раньше была категорически против алюминия. Алюминиевый был отвратительного качества. Сейчас алюминий хороший. Три вида алюминия запатентованы для скандинавских палок. Значит, у кого есть ручки и листочки, можете записать или запомнить. Это 50-51, 60-61 и 70-75. Хорошие марки алюминия. Нормально. И последнее. Это рукоятка. Рукоятка бывает тоже трех видов. Вот эта вот вставка бывает пробковая, как у меня. Бывает прорезиненная вставка или каучуковая. Подойдет. Не берем что? Не берем полностью пластмасску. Отвратительная ручка. Летом рука потеет, грязная, спадывает. В общем, короче, не берем. Природа устроила нас таким образом, что многочасовые сидения за компьютером или телевизором человеку противоестественны. Для правильного функционирования всех систем организма необходимо движение. А потому, если его мало в вашей жизни, лучше начать побольше гулять, а впоследствии найти вид спорта по душе и физическим возможностям.